Пожалуй, собрание сочинений Конана Дойля в восьми томах удалось прочесть еще до того, как в 1979 году вышла первая серия экранизации новелл о Шерлоке Холмсе. И там уже где-то в конце, когда Холмс прикинулся пчеловодом, а на самом деле выслеживал опасного немецкого шпиона, он придумал кодовую фразу для прикрытия какого-то шпионского предмета. И звучала она «Нет, не кыньтеюгу вулык, а свечи зажигания». Кто бы мог подумать о том, что спустя столько лет именно свечи зажигания станут предметом другой детективной истории. Как сообщают рашистские стенгазеты, на грани остановки эксплуатации у них находится самолет Superjet SSG-100. Как мы помним, лет 10 назад его называли прямым конкурентом среднемагистральных самолетов от Boeing, Airbus и даже Embraer. Но теперь их пресса пишет, что это рабочая лошадка. И вот оказалось, что у этой лошади накапливаются проблемы, которые могут вывести из эксплуатации весь парк, составляющий аж 160 аэропланов. В самом деле, таким количеством не Boeing пугать, а лошадей в конюшнях миллиардеров. Но пикантность ситуации состоит в том, какая именно причина сейчас оказалась самой острой. Оказывается, самолет летает на французских двигателях SAM-146, которые собирали на местном Powerjet, совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и ОДК Starun. Понятно, что после введения санкций там доработали те узлы и агрегаты, которые были на складах, и на том все. Но как ни крути, двигатели надо обслуживать и менять определенные детали с большей или меньшей частотой. Как оказалось, самыми часто меняемыми деталями двигателя оказались те самые свечи зажигания, которые предприятие получало от американской компании Unison Industries и ряд других комплектующих для мотора, которые уже стали недоступными. С учетом того, что свечи следует менять после тысячи циклов взлета и посадки, то по состоянию на сегодня уже 40% этих самолетов или 76 самолетов просрочили свое время замены. И в общем, полеты уже осуществляются за рамками регламента и считаются небезопасными. И понятно, что чем дольше будет развиваться эта ситуация, тем больше самолетов будут проходить эту черту. Правда, тут надо сделать поправку на цивилизованность, которая, в общем, нивелирует эти угрозы. Ежедневно Федерация теряет в Украине плюс-минус тысяч уголов своего населения, и это не вызывает никакого ажиотажа. Если же Суперджет забодает землю и при этом умурит сотню или полторы сотни населения, то это вряд ли станет каким-то изрядовон выходящим случаем. Это потеря двух-трех часов в Украине, и делать из этого трагедию нет никакого смысла. И, как всегда, в Федерации решили обойти санкции либо своим ходом, либо с помощью аналогов. Известно о том, что индусы и китайцы прямо сейчас готовы перепилить свечи для мопедов и газонокосилок под нужные параметры. Но похоже на то, что в самой Федерации никто не желает поставить свою подпись под сертификацией этих подделок. Мало ли, кто завтра упадет на таком самолете, и глядишь, к тебе придут парни с кувалдой, которым хорошо заплатили за то, чтобы они все решили без суда. И главное, они сработают, и ни у кого не возникнет вопросов к ним, ибо они скажут, что это был предатель, а с предателями разговор короткий. Еще и видео для заказчика снимут. Кстати, очень странно, что они еще не работают по вызову в режиме оператор-кувалды. Но местные кулибины говорят о том, что к сентябрю они запилят свечи лучше американских. Кроме всего прочего, они будут еще намоленными, и в них даже будут вкладывать частички святых мощей для большей надежности. А до этого времени авиаторам предложили летать либо на том, что есть, либо на БУ-свечках, почищенных и отреставрированных, как это раньше делали со свечами для Жигулей. Просто надо летать аккуратно и не закладывать резких виражей. Мало ли что. В общем, у них своя атмосфера, и как они замещают импорт, уже хорошо известно. Прутин не зря на сходке с партхозактивом про Репу вспомнил. Если кто не в курсе, Репа это их ответ отвратительным заграничным лобстерам. В общем, очевидно, что санкции практически не работают и толку от них нет. Опять же, на встрече со все теми же миллиардерами, Прутин радостно сообщил о том, что санкциями их задушить хотели, но не тут-то было. Жить стало лучше, жить стало веселее. Отчего у миллиардеров возникло желание срочно метнуться, экстренно попудрить носик. Ибо в трезвом состоянии такое слушать не то, что страшно, но и вредно. А тем временем, авиационная тема санкционного плана намного более широкая. Сегодня прошло сообщение о том, что Турция перестала заправлять самолеты Боинг, которые летают под российским и белорусским флагом. Понятно, что можно загрузиться топливом на туда и назад или дозаправляться в Сочи. Но все это костыли, которые тянут за собой все большие издержки. Ведь если вы берете топливо в одну сторону, плюс небольшой резерв, вы можете загрузить борт пассажирами и грузом под верх. А если вам надо иметь несколько тонн топлива для обратного полета, то полезной нагрузки останется уже совсем немного. И такой полет будет убыточным или с минимальной прибылью. В любом случае, это уже не тот фэн-шой. К тому же, недавно всплыли подробности инцидента с российским Боингом 767, произошедшим в аэропорту Пхукета в Таиланде. Там при взлете вспыхнул двигатель и пришлось экстренно тормозить на скорости 180 км в час, в результате чего лопнули 4 покрышки шасси. На борту находилось 309 пассажиров. Трагедии удалось избежать только чудом. Как оказалось, двигатели самолета не проходили проверки уже три года. Пожар двигателя возник из-за перегрева до температуры 954 градуса. Случилось это из-за утраты контроля над перепускным воздушным клапаном двигателя. А неисправность эта случилась потому, что не было проведено необходимых регламентных работ. Двигатели такого класса должны проходить определенные работы через каждые 680 циклов взлета и посадки. А этот конкретный двигатель провел без обслуживания уже 1400 циклов. И такая ситуация там уже имеет глобальный характер. То, что самолеты еще не начали падать, просто удивительно. И говорит о том, что самолеты Boeing имеют избыточную надежность и отдельные узлы и агрегаты могут выдержать двойную нагрузку без обязательного ремонта. Тем не менее, все это еще впереди. И очень скоро вспышки, хлопки и задымления станут привычным приложением к их авиабилетам. Ну а мы, глядя на видео по ссылке под этим роликом, просто можем догадаться о том, что думал пассажир, снимавший это на свой телефон. Возможно, в этот момент у него мелькнула мысль о том, что товарищ Путин, может быть, чего-то не знает. Может, санкции все же работают. Но, возможно, ничего этого он не думал. А, впрочем, пускай хлопают. Субтитры создавал DimaTorzok